Засуха в Келевском районе Туркестанской области. Местным жителям нечем поливать огороды. Уровень воды в каналах сократился почти наполовину. И чтобы ее хватило на всех, сельхозугодия люди орошают по очереди. Впрочем, это далеко не единственная проблема жителей. Подробности у Рауля Габитова. Вот так каждый день жители села Бертелек буквально борются за каждый литр воды. В маршрутке тменем пробивают ары, чтобы маленький приток влаги хоть немного подпитал огород. Вода в Ауле на вес золота. В этом году ее так мало, что люди боятся потерять урожай. Последний раз огород я хорошенько полила весной, когда только высадила овощи. Потом началась засуха. Сейчас воды практически нет. Мои насаждения могут высохнуть. Если не будет урожая, то на что нам жить? Проблема с поливом в Ауле возникает каждое лето. Но с такой засухой сельчане столкнулись впервые. Причина, по их словам, в том, что в соседнем Узбекистане сократили подачу воды в местные аулы. Раньше воды в Узбекистане было много. Соответственно, влаги хватало и нам. Из этого небольшого канала огороды поливают 140 семей. А это село Антымак. Ситуация здесь аналогичная. Сельское хозяйство для местных жителей – единственный источник дохода. Но заниматься им без влаги бессмысленно, говорят люди. У меня есть участок, площадью 10 гектаров, который сейчас простаивает просто так. Недавно меня вызвали в прокуратуру. Интересовались, мол, почему не возделываете землю? А как мне ее возделывать, если нет воды? Из маленького канала воду пьет скот, но для полива огородов ее не хватает. В Антымаке дефицит не только поливной, но даже питьевой воды. Живительную влагу сельчанам раз в неделю доставляют на водовозах. Каждая семья получает по 40 литров воды. Но если этого не хватит, придется раскошеливаться по 4 тенге за литр. Храним воду в бидонах и колодцах. Говорят, пить застоявшуюся воду нельзя. Ну а что делать? За консервированную влагу мы употребляем только для питья и пищи. А вот вещи стираем ворыках. Вот еще одна проблема келестцев. Водохранилище Уоймаут, которое находится в полуразрушенном состоянии. В любой момент может стать причиной ЧАЭС. Еще три года назад специалисты признали гидросооружение аварийным. Но ремонт здесь так и не сделали. Текущее положение дел тревожит фермеров. Ведь защитная дамба обеспечивает водой 2500 гектаров полей. И в случае ее разрушения крестьянские хозяйства могут остаться без полива. Сейчас маловодие, и только поэтому водохранилище еще целое. Но никто не дает гарантии, что так будет продолжаться и дальше. Если хлынет большой приток воды, то дамба разрушится. Специалисты не скрывают, водохранилище действительно нуждается в капитальном ремонте. Но о сроках реконструкции пока ничего не известно. Ситуацию же с поливной водой прокомментировали в Акимате. Еще в начале года мы получили уведомление от Казводхоза о том, что воды в каналах в этом году будет почти наполовину меньше. Мы предупредили об этом фермеров. Попросили, чтобы они в этом году сделали упор на культуры, которые не требуют много влаги. Но в итоге каждый поступил по-своему. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы воды хватило всем. Например, составляем график, организуем очереди на полив. А вот питьевая вода в Антамак все-таки придет. По словам представителей ЖКХ, водопровод в АУЛ начнут подводить уже в этом месяце. До конца года работы завершат. Рауль Габитов, Ербалат Абишев, Хабар-24, Туркестанская область.